Так вот, в 59-м году, к тому институту Геологи Арктики, когда я попал на работу после окончания родного городного института, пришла очень красивая юная дама, а я тогда увлекался романами Фихтланга, расцветной иудейской войной, и с моей точки зрения я была дико похожа на героиню, одной из героином Романа, принцессы Беринника, в которой увлекся будущий римский оператор Тит, что не помешало ему же и шрам, конечно. Вот, она вот такой яркой еврейской красотой, с ярко-бедными волосами, абсолютно фантастичной девушкой. Я ее назвал принцессой Беринника, и тогда же ей посвятил песню. Песня эта стала безымянной, живет до сих пор. Песня Руф Зернова написала рассказ принцессы Беринника, посвященный этой песне. Сама принцесса Беринника, сомневая двух мужей и две фамилии, живет сейчас в Лан-Арборе, недалеко от Детройта, у нее внуки и прочее, и прочее. А песенка такая осталась. О, леса не черника, а мох растет, Пинцесса Беринника на окте живет, Покрытый там обочин и пыльем травой, Мы очень озабочены ее садевой. Покрытый там обочин и пыльем травой, Мы очень озабочены ее садевой. В двухкомнатной квартире живет она, К автобусу четыре идет одна, И каблучок резиновый в весне ее, Плывет дымок петильный и нет ее. И каблучок резиновый в весне ее, Плывет дымок петильный и нет ее. А мы без песен труда нам, как книг скрывает, А улица полудина и звенит травой, И я к своей указанной судьбе привык, И нет у меня сказок и переник. И я к своей указанной судьбе привык, И нет у меня сказок и переник.